Настоящие произведения искусства и цветной бумаги можно сделать с помощью техники квиллинг, по-другому бумагокручение. Такой вид искусства пришел к нам из средневековой Европы. Самая крупная школа квиллинга – корейская. Именно на Востоке это искусство получило наибольшее распространение. Героиня нашего следующего сюжета, взглянув однажды на картину из бумаги, всерьез увлеклась этим видом древнего мастерства. Как из простых материалов создать настоящее произведение искусства, смотрите в нашем следующем сюжете. С подробностями Розана Ефремян. Уже на входе в дом гостей Ольги Столюковой встречают необычно украшенные двери. Причем такой декор можно встретить везде. Буквально все пространство вокруг себя наша героиня украсила оригинальным и красивым орнаментом, сделанным в технике докупаж. Кресло, стулья, тумба, настольная лампа стали не просто частью интерьера, а настоящими дизайнерскими произведениями искусства. Но докупаж не единственная техника, в которой работает женщина. Настоящее ее увлечение – это квиллинг, древнее искусство создания картин из цветной бумаги. В творчестве мастерица нашла себя после выхода на пенсию. Появилось много свободного времени, и потратить его она решила на создание прекрасных произведений. Здесь сижу, занимаюсь, мне очень нравится. Занимаюсь цветами летом, в такую вот погоду занимаюсь рукоделием. Очень люблю и квиллинг, и декупаж. И сейчас последнее, чему я научилась, это точечная роспись. Еще я научилась бумажной акварели, вот мои работы. Это бумажная акварель. Ну, следующее поеду летом, что-нибудь будет еще новое. Весь дом Ольги Столюковой – это небольшая галерея произведений искусства ручной работы. Не раз мастерица выставляла свои работы в нашем городе. Принимала участие в Куванской ярмарке, где ее умение было оценено по достоинству. В коллекции Ольги Столюковой множество оригинальных и красивых работ. Что-то она уже подарила знакомым, что-то отдала на память музеям. Отдавать не жалко, ведь образы для создания новых шедевров у нее не кончаются. Они возникают из природы, из того, что я вижу. У меня много книг. Я обязательно покупаю книги. Если вижу по квиллингу, я покупаю книги. У меня много книг. Теперь у меня интернет есть. Я ищу людей, которые этим занимаются, и беру у них какие-то идеи. Где-то один цветок оттуда, листок оттуда. И все это, ну, фантазия. Для того, чтобы создать картину по технике квиллинг, нужны бумажные полоски различных цветов. Клей ПВА, ножницы, игла для скручивания, пинцет и зубочистки. Сотворить можно все, что угодно. Правда, работа эта требует аккуратности и кропотливости. Ольга Столюкова с удовольствием проводит мастер-классы для всех желающих. Я тоже решила попробовать сделать картину своими руками. Под четким присмотром мастера и дело ладится. Всего 15 минут свободного времени, немного цветной бумаги. Профессионал рядом и желание создать прекрасное своими руками. Вот что понадобилось человеку далекому от рукоделия, чтобы создать маленький шедевр. Так что даже если на первый взгляд кажется, что сделать такие картины сложно, на самом деле важно только захотеть творить прекрасное. Ну и, конечно же, найти себе хобби по душе, как это сделала наша героиня. Рузанна Ефремян, Михаил Варгулев, программа «События». Рузанна Ефремян